Музыка Коллеги, мы продолжаем рассмотрение темы, посвященной акциям. И мы сейчас рассмотрим две операции, которые периодически делают компании. Это операции, связанные с дроблением, или это называют сплит, и с консолидацией. То есть укропнением акций. Мы с вами уже рассматривали показатель номинальной стоимости акций. И вот показатель номинальной стоимости акций фиксируется в уставе. И вот этот показатель сохраняется на неизменном уровне. Но вот если компания будет производить сплит, дробление, или консолидацию, вот эти операции затрагивают номинальную стоимость акций. И нам необходимо будет при проведении сплита и консолидации менять в уставе показатель номинальной стоимости. Возникает вопрос, а для чего компании делают вот эти операции? Давайте начнем с операции, связанной с дроблением акций. Или вот то, что называют со сплитом. Сплит – это когда одна акция дробится на несколько новых акций. Ради чего? Обратите внимание. На бирже нельзя купить одну акцию, или, скажем, там, три акции. На подавляющем большинстве бирж акции торгуются стандартным лотом. И обычный стандартный лот – это 100 бумаг, 100 акций. Сразу хочу сказать, что так делается на большинстве бирж. В России нет таких жестких правил, и в России тоже есть определенные стандартные лоты. Ну, например, для того, чтобы купить акции Сбербанка, минимальный объем – 10 акций. А вот для того, чтобы купить акции компании «Транснефть», когда одна акция стоит свыше 80 тысяч рублей, то здесь, говорят, лот – одна акция. И в России вот эти вот лоты подобраны так, чтобы покупка какого-то лота была более 1000 рублей. Для того, чтобы акционеры не занимались покупкой акций, которая стоит 50 рублей, и вот он покупает одну акцию, он просто засоряет торги, засоряет вот эти вот информационные потоки. Поэтому в России лоты сформированы так, чтобы лот был более 1000 рублей. А на большинстве бирж стандартный лот – 100 бумаг. Вот представьте себе, скажем, акция на Нью-Йоркской бирже сегодня стоит 20 долларов. Если я хочу купить акции этой компании, то я покупаю один лот – 100 бумаг, каждый из которых стоит 20 долларов, то есть лот будет стоить 2000 долларов. В принципе, для американского рынка, в общем-то, вполне приемлемая цена. И я покупаю один лот, два, пять лотов, то есть у кого сколько есть денег и сколько он хочет этих бумаг приобрести. Но у акций есть хорошее свойство – расти в курсовой стоимости. И мы с вами видели, насколько номинальная стоимость и рыночная стоимость, насколько они отличаются. И, скажем, если эти акции стоили 20 долларов, с течением времени они растут-растут в цене, и сегодня они стоят 100 долларов, то обратите внимание, стандартный лот, получается, стоит 10 тысяч долларов. Если я буду покупать один лот – 100 бумаг, каждый из которых стоит 100 долларов. Вот 10 тысяч долларов – это уже не у каждого акционера. В кармане, грубо говоря, завалялись лишние 10 тысяч, чтобы купить хотя бы один лот. И вот когда акции дорогие, то теряется ликвидность. Эти акции сложно купить, сложно продать. И вот снижение ликвидности – это для рынка такой негативный сигнал. И для того, чтобы опять вернуть ликвидность, чтобы акции было легко купить, легко продать, компания проводит сплит. Ну, предположим, в нашем примере сплит один к четырем. То есть одна старая акция дробится на четыре новых. И, скажем, если одна акция до сплита стоила 100 долларов, раздробив один к четырем, у акционера была одна акция, теперь у него на руках четыре. Но каждая из этих акций чисто теоретически должна стоить в четыре раза меньше. Из 100 долларов при дроблении один к четырем, получается, что акция на рынке должна стоить 25 долларов. По сути дела, у акционера ничего не поменялось. Была одна акция, которая стоила 100 долларов, теперь у него четыре акции, каждая из которых стоит 25. Но вот эффект сплита проявляется в том, что акции в цене снижаются не ровно в четыре раза, а несколько в меньшей степени. И на рынке акция будет стоить не 25 долларов, а 25, скажем, и 0,3 доллара. Почему это происходит? Объявление о сплите – это положительный информационный сигнал для рынка. Инвесторы рассуждают так. Видимо, компания не зря проводит сплит. Видимо, компания думает, что ее акции и дальше в цене будут расти. Доверие к этим акциям повышается, поэтому их цена снижается не ровно в четыре раза, а чуть-чуть поменьше. И сплит делают практически все компании. Это, естественно, касается только тех компаний, которые заботятся о ликвидности своих бумаг. Если компания не заботится о ликвидности, то, в принципе, сплит делать и не обязательно. Но вот самый яркий пример вот такой компании – это компания Уоррена Баффета, самого знаменитого инвестора в мире. У этой компании одна акция стоит где-то около 100 тысяч долларов, и они не собираются делать сплит, они не собираются делать вот это вот дробление, потому что компания считает, что если кто-то из инвесторов заинтересуется, то он купит эти акции и по такой цене. То есть для компаний, будем говорить так, ликвидность не нужна. Но подавляющее большинство компаний, конечно, рано или поздно этот сплит делают. Вторая операция – это консолидация. Консолидация, или, другими словами, укропнение акций, когда несколько старых акций обмениваются на одну новую. И в результате, скажем, у человека было какое-то энное количество акций, теперь у него появилась одна новая акция. Соответственно, ну, скажем, если делается консолидация, при которой 10 старых акций обмениваются на одну новую. И если раньше номинальная стоимость акций была 1 рубль, и у человека было 10 акций номинальной стоимостью 1 рубль, то теперь у него будет одна акция номинальной стоимостью 10 рублей. Возникает вопрос, а для чего компания делает вот эту операцию, для чего компания проводит консолидацию? Честно говоря, особого смысла в консолидации нет. И чаще всего консолидация используется для того, чтобы решить некоторые корпоративные конфликты. Или раздуть эти конфликты, или, наоборот, каким-то образом эти конфликты ликвидировать. Давайте решим простенькую задачку. Компания проводит консолидацию, при которой 10 старых акций, которые имеются у акционеров, обмениваются на одну новую. Скажем, а у какого-то акционера сегодня на руках только 8 акций. И что делать? У него не получается, вот, его маленький пакетик акций не позволяет получить одну новую акцию. Как выйти из этой ситуации? И вот в российской практике длительное время не было понятия дробная акция. С 1 января 2002 года в российском законодательстве, а я сейчас вот все время буду ссылаться, это закон об акционерных обществах, впервые появилось понятие дробная акция. И вот в нашем примере, если у акционера на руках только 8 акций, и идет консолидация 10 к 1, то он, в нашем примере, получит 0,8 акций. То есть возникает вопрос, а зачем это нужно? Вот для чего нужны дробные акции? Я вам приведу конкретный пример. Вот когда у нас не было дробных акций, и при консолидации не получалось целое число новых акций, то тогда российский закон гласил, значит, если у человека при консолидации не получается целое число акций, то компания обязана у него эти акции выкупить. По рыночной цене. Вроде бы все хорошо. Вроде бы интересы акционера защищены. Но это только внешняя оболочка. Вроде бы защищены. На самом деле, дела обстоят значительно хуже. Давайте рассмотрим ситуацию. Есть акционерное общество. В данном акционерном обществе есть мажоритарии, то есть это крупные акционеры, держатели крупных пакетов, и есть большое число миноритариев, мелких акционеров со своими мелкими пакетами акций. Мажоритарии, как правило, мешают жить крупным акционерам, потому что они ходят на собрание акционеров, задают неудобные вопросы, пытаются еще каким-то образом консолидироваться и провести своего представителя в совет директоров. И мажоритарии в данной компании предлагали мелким акционерам продайте нам свои акции. Мы у вас даже готовы выкупить не по рыночной цене, а с какой-то премией к рынку, даже чуть-чуть дороже. На что они получили ответ? А зачем? Зачем мы будем акции продавать? У компании прекрасные перспективы, у акций есть потенциал роста стоимости, поэтому деньги нам не нужны, продавать не будем. И вот возникает некоторый конфликт. Мажоритариям не нравятся миноритарии, но поделать с ними ничего нельзя, они свои акции не продают. И вот тогда, я не буду называть имя этой компании, в компании принимается решение. Это решение было принято в четвертом квартале 2001 года, еще до введения нормы, когда у нас появились дробные акции. Они появились с 1 января 2002 года. И принимается решение о консолидации, при которой 370 тысяч старых акций обмениваются на одну новую. И вот, если у акционера на руках нет, 370 тысяч акций, и дробных акций у нас тоже нет, то тогда компания у него эти акции выкупает по рыночной цене. Вот эта вот процедура по консолидации, она была направлена на то, чтобы выдавить из этого акционерного общества миноритариев, чтобы сконцентрировать акции в руках у крупных акционеров. И вот процедуры консолидации пользовались именно для этих целей, для выдавливания миноритариев. На сегодняшний день, на сегодняшний день, когда есть понятие дробная акция, и вот если брать тот пример, который я вам только что привел, при которой при консолидации, когда 370 тысяч старых акций обмениваются на одну новую, а у какого-то акционера, давайте возьмем так условную цифру, всего-навсего на руках одна акция, и он не хочет ее продавать акционерному обществу, у него будут дробные акции, одна 370-тысячная доля акции. Соответственно, ему дивиденды будут начисляться пропорционально вот этой доле, у него число голосов на собрании акционеров будет одна, 370-тысячная доля голоса, ну и так далее, и так далее. И сегодня, я смотрю, никто консолидацию не проводит, потому что эта мера не позволяет выдавить миноритариев из акционерного общества. И вот на самом деле дробные акции это вещь абсолютно хорошая. когда только появился закон и с такой нормой, что в акционерном обществе будут дробные акции, скажем, в журнале рынок ценных бумаг, была целая серия статей бухгалтеров, депозитариев, регистраторов, которые писали, как сложно дробная акция. конечно, бухгалтеру теперь нужно начислять дивиденды не на целое число акций, а на дробное число акций. Очень большая сложность. Голоса на собрании акционеров придется считать не просто целые голоса, а могут появиться еще и дробные голоса. Вот эти все арифметические сложности это все легко устраняется. А вот сущность дробных акций это прежде всего защитить миноритариев. Вот такие дробные акции теперь не позволяют мажоритарным акционерам выдавливать миноритариев из акционерной компании. Итак, коллеги, мы с вами посмотрели на две классические операции, которые делают акционерные общества. Это дробление сплит и консолидация, укрупнение акций. В рамках наших следующих бесед мы продолжим рассмотрение темы по акциям и будем более подробно говорить уже об обыкновенных и привилегированных акциях.